Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа Звезда на Звезде. Песни в исполнении моего сегодняшнего гостя не без основания можно причислить классики отечественной эстрады, ведь на них выросли миллионы наших сограждан. Сегодня у меня в гостях самый большой романтик отечественного шоу-бизнеса. Музыкант, бессменный солист группы Ронда Александр Иванов. Мы очень давно не виделись и честно я пропустил три больших твоих юбилея, я имею ввиду прошлый год. 55, 35 творческой деятельности и 30 со дня основания. Ну бог любит троисов, значит на два самых главных юбилея ты все-таки приедешь. Помнишь, нас познакомил Вовка Пресняков, это вот был период вашего дуэта, я буду помнить, и вообще период самого какого-то сумасшедшего рассвета группы Ронда. В разные периоды времени были разные рассветы. Но тогда стадионы рвали, тогда уже вот эта вся стадионная история началась, и ведь тогда не было никакого шоу-бизнеса, да, он там то ли зарождался, то ли да нет еще и вообще нет, вообще понятия этого даже не было. А жизнь была какая-то очень музыкальный бизнес все-таки существовал, потому что раз люди получали деньги за свое выступление, значит все-таки, наверное, какой-то бизнес был музыкальный. И все-таки у меня за плечами огромное количество филармоний, начиная с Гзеларды, в Казахстане такой город есть, Гзелардинская областная филармония, в которой я начинал в 81 году, и даже там все-таки платили 5 рублей 50 копеек. Мы были безставочниками. Ставка начиналась с 7 рублей. Да, 7, кстати, не удваивалась, а 7,50 удваивалась, если ты работал в стадион или дворе спорта, и, конечно, важно было получить 7,50, потому что со стадиона или дворца спорта уже ставка была 15 рублей, это были бешеные деньги, уже барышню можно было пригласить в ресторан, да, или в кафе. Ну, в кафе. Вот, то есть потанцевать ее, естественно. Но не в столовую, во всяком случае. В столовую тоже приглашали, потому что в Гзелардье было немного ресторанов, больше было в столовых, и всевозможных таких заведений с названием Лагман. Скажи, а публика, публика, она вот та же ваша, вот те вот сумасшедшие девчонки, которые рвали вас на части и визжали в зале. Ну, они уже, да, они уже приводят, наверное, своих. Они уже внуков приводят. Даже сейчас бы показал, но вот в сумке осталась записочка из... в Казани, в Максимилиансе, прислали записку, и я ее храню прям до сих пор в кошелечке. «Мои дети вырастут на вашей музыке». Вот что еще для артиста? Счастья. Счастья. Счастья, конечно. Я воспитаю детей, и мои дети вырастут на вашей музыке. Такой ошеломляющий успех пришел с 87-й какой-то год? Да нет, вообще как бы не сказал бы я о каком-то ошеломляющем успехе. Всегда было все очень ровно и дозировано. Со времен, там, песни «Мечтатели» с утренней почты, которую вела Марта Эргелецкая. Ровно, ровно, ровно. Потом раз, и всплеск, и лидер продаж. И там самая распродаваемая, грубо, альбома. Ну, вообще, первая пластинка «Ронда 1», она тоже очень здорово продалась, там, миллионами какими-то тиражами. А впоследствии уже, когда мы ушли от Литвина в центр Стаса Намина, мы выпустили несколько таких топовых альбомов «Я буду помнить», которые мы сделали с Володей Пресняковым. И также назвали первую виниловую пластинку. «Убей меня в своей любови», «Kill me with the love», который мы сделали после Америки для Японии. Специально там было несколько композиций на английском языке. И там мы, конечно, уже не ассоциируя себя, как с группой Михаила Литвина «Ронда», потому что это была другая совершенно группа, с другими задачами, группа «Новой волны». А группу «Ронда» мы все-таки считаем своим рождением с центра Стаса Намина, когда мы к Стасу перешли в 88-м году и поехали на фестиваль, посвященный Нелсону Манделе. Тогда он сидел в тюрьме. И большие фестивали по всему миру были. И фестиваль на Аланских островах позволил нам все-таки заявить о себе как о группе такого рок-н-ролльного направления, глэмова. И там, конечно, была совершенно другая программа, совершенно другие задачи стояли. Рождественские встречи, Волна Борисовна. И, конечно, появление «Ронда». Это рай, это рай, золотое время. Первое появление «Ронда». Пиши, расскажи. В первых рождественских встречах я исполнил четыре композиции. Да, это круто было. Нас венчает гроза, открывала рождественские встречи. И это, конечно, для меня это был полет на Марс. Я часто отшучиваю, сейчас рассказываю всякие истории, потому что на концертах сейчас просто исполнение песен. Люди приходят послушать что-то, что и артист рассказывает. Иногда бывают очень доверительные такие записочками концерты, когда на записки отвечаешь и рассказываешь. И я часто рассказываю историю о том, что, я говорю, вот раньше Алла Борисовна, делая потрясающие рождественские встречи, зажигала с музыкантами, такой музыкальный у нее был период, сейчас у нее юморной период, она с юмористами зажигает. Ну, барышня может себе позволить, талантливая, классная. Может выбирать, и вчера могла выбирать, и сегодня. Какие люди там, да? Володя Кузьмин, там, Челобанов Сережа, да? Вот сейчас юмор, юморизм барышня, нормально. Вот, поэтому я все рассказываю одну классную историю. Когда Вовка меня пригласил, я написал песню «Я буду помнить». Он как раз из Монте-Карло вернулся, а я из Америки. И я, мы джемили, джемсейшн в музыкальном центре Стаса Снамина все. День и ночь там все музыканты друг с другом играли. И можно было увидеть и Фрэнк Заппу, и Питера Гебрилла, и Пинк Флойд, и Мотли Крю, и Синдерелло, все приезжали. Все у Виктории, Стасюк, вот в этом, те, кто знают, это кафе, да, в Парк Горького она работала до утра. Это единственное было ночное место. И все зарубежные звезды знали, что там можно зависнуть. Там эти джемсейшны происходили. И вот как-то после одного из такого джемсейшна, вот за два часа родилась песня «Я буду помнить». Нет, она просто родилась, я приехал домой и написал. И к Вовке звонил, он говорит, приезжай. Вторая Брестская, говорит, не адрес. Ну, я же не знал, что, чья это квартира. Я приезжаю, открывает в капюшоне такая, в очках, дама, в тапочках. Ну, что ты к Вовке? Я говорю, да, да, что-то знакомый. Я такой думаю, кто? На кухню иди. Ну, а на кухню пошел. Я говорю, Вов, это кто? Он говорит, это Пугачева. Я чуть в оборот не упал. Потрясающее совершенно ощущение. Потом очень близкими, друзьями стали с Аллой. И по сей день низко кланяюсь до самой земли за все, что она для меня сделала. Вот Стас, Алла, этим людям я буду бесконечно говорить спасибо, кланяться и говорить о них только все самое лучшее. Слушай, а Стас ведь такой, ну, как бы вот этот центр его, ну, это был первый такой опыт прорубания окна, там, на западную сцену, да? Ну, я имею в виду и парк, и вы. Бригады с Рига Блюза, Нюанс, Альянс. 40 команд шикарных, которые, в принципе, были очень четко распределены под разные... Жанрово. Жанрово и под разные задачи. То есть Питер Гэмбриэл приезжал и нашел в группе Нюанс для себя, вдохновение. Группа Альянс с Журавлевым. Вообще потрясающие музыканты, конечно, были тоже на Англию больше как-то вот рассчитывали их тогда. И нас тогда вот как-то относили в сторону Америки. И когда Стас нас вывез по 20 городам, большой тур был с группой «Цветы», освещалась компания МТВ, все. Ну, мы очень здорово выступили, на самом деле, и на Аляске тогда, 11-дневный фестиваль был. И мы настолько там понравились, потому что, выступая с Эдди Мани на Салавин-арене, 10 тысяч народу у нас было, ни одного эмигранта. Все пели со мной «I'm selling», зажигая тогда зажигалочки. Конечно, потрясающий был концерт. Сашу Лосев, так, «Царство небесное», тогда возглавлял ансамбль «Цветы», тоже великолепно. Мы их спели с Эдди Мани «I wanna be a rock'n'roll star». Джем Сейшнл у нас такой был очень мощный. И мы так понравились, что нас потом пригласили на континент. Но Стас тогда поставил на пар Горького, они тогда с успехом гастролировали вместе с Бонжови. Да-да-да. И он снял нам несколько концертов из Лос-Анджелеса, закрыл. Потому что пар Горького тогда он на них ставил, у них был контракт с Polygram. То есть он пропускал их вперед? Он пропускал их вперед. И вот, к сожалению, у нас не случилось несколько концертов в Калифорнии. Но мысли о том, чтобы переметнуться к кому-то из продюсеров, которые занимались с Стасом параллельно, организацией этих концертов, остаться, рассматривать себя в англоязычном сегменте. Очень много было предложений. И после концерта на Салавин-Арена было такое пати. И там была дочь Билла Грэма, знаменитого. Великого Билла Грэма, которая работала с Лет Зеппелленой, с Элэсом Пресли. И дочь сказала, подарив мне визитку, что отец к вашим услугам, Стас у меня забрал визитку. Больше Билла Грэма я не видел. Но вы же дружите все равно. Стас очень благодарен за все. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня. И, кстати, когда Литвин, уезжая в Америку, продал Леониду Плавинскому название наше за определенное количество, большое количество денег Леонид заплатил, то Стас и Павел Слободкин, руководители ансамбля «Веселые ребята», именно они забрали у государства название «Ронда». И я им благодарен и буду благодарен и на том свете тоже. Вы представляете, первый раз во время перестройки, может быть, и перестройка еще помогла, группа забрала название у государства в Московской областной филармонии. Что мы наработали от того музыкального бизнеса, который, собственно говоря, переродился потом в этот российский шоу-бизнес, за вот эти вот 27, 30, 35 в твоем случае лет? Ну, прежде всего, ощущение, внутреннее ощущение, что ты на своем месте. Вот я часто думал, ну, все мы рассуждаем, да, кем бы ты мог быть, если бы не было бы этого. Там, был бы спортсменом, наверное. Ну, ты бы точно уж, наверное, был бы спортсменом, да? Вот, был бы тренером, потому что уже начинал тренерскую работу до армии, уже малышей тренировал. А ты же вот единственный, кто не попадает под эту шутку, помнишь? «А я любил дзюдо и до». Кто автор этого двустиша? Я не помню. Вом Вишневский. Но ты-то его не просто любил, дзюдо, а у тебя черные поясы и какой-то... Ну, это я не подтверждался. Это, конечно, все-таки много лет прошло давно. И говорить о том, что я вот там... Но он юношеский. Скажем так, что на тот период времени, да, я был до 60 килограмм, представлял московское спортивное общество «Динамо» и должен был поехать на чемпионат Европы. Но интриги не позволили это сделать. Везде интриги. Везде интриги. И хотел бы передать, если он сейчас еще жив, этот товарищ Царев, который был самым главным злодеем в моей судьбе, который вот, в общем, услал меня по 280-й команде в Германию. Он мне сказал, я устрою тебе армию, и они мне устроили. Армия каким была периодом? Ну, вот как ссылку ты воспринимал ее? Ну, жестко. 18-летнего парня, заряжающим танка Т-55, сначала в Зальфельде, вот, в учебке. Мы видели, в принципе, кто стоит напротив нас. Это Второй армейский корпус армии США, город Плавен, Хофф, горный проход. Вот, вот, и вот нам противостояла серьезная очень такая американская германская машина, вот, и в которой, в принципе, призвана была смести нас просто в течение 15 минут, а за нами уже там выстраивалась другая оборона. То есть полк смертников был. Танки загоняли специальные рвы, запаивались люки. Когда-то. Вот, посмотрите, и мне, молодому, 18-летнему парню рассказывали, там, как мы будем погибать. И когда случился конфликт в Польше, вот, нам прям реально рассказали, сколько нам отведено. То есть, что если сейчас НАТО будет спрягаться в этот конфликт... Они впряглись, и мы вышли на границу, и... Это солидарность. И уже загружали боевыми. Это момент польской солидарности, как раз, да? Да, 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 вот этот вот, да. А ты был в этот момент в Германии, в ограниченном континденте. 79-й год, город Плавен. При этих учениях и стрельбах, я понимаю, что мы вынуждены были бряцкать оружием и проводить постоянные учения, чтобы они знали, что мы здесь. На Багдеборге, да. Как ты уши успел и смог сохранить для дальнейшей многолетней музыкальной карьеры? Одно не сохранил. Вот правое ухо хуже слышит, чем левое, потому что буквально перед дембелем, выполняя штатные стрельбы, до сих пор помню этого заряжающего фамилию Зарницын, была у него фамилия, он отстреляв, несколько снарядов остались сегодня на полике, и для того, чтобы они ему не мешали, он одно в боевое отделение загнал. И танки, когда встали в линию взводных колонн, то есть стволы у следующего танка, который танк идет впереди, прямо на башне практически ствол зачехленный. Мы с моим другом механиком с Илюхой там бродили-бродили, а у меня ноги замерли. Там очень холодная зима, на самом деле, в Германии. И была возможность погреть ноги, открыв трансмиссию. Там обогрев такой теплый идет двигателя. Если сунуть ноги, то можно погреться. Вот только мы сели, и выстрел. Командир танка Сычев, Лешка был, когда танки встают в линию взводных колонн, они обязаны спустить гашетку пулемета и клинзотвора. И вот он спускает, выстрел, он думал, что от нас... А он нас в триплекс видел. Он думал, что от нас ничего не осталось. Нас, естественно, снесло. Вот, оказались мы вот в этом во всем выхлопном выстреле. Все лицо, естественно, в пороховом вот этом вот... Ожоги. Ожоги, да. У Ильи сразу лопнула перепонка, кровь текла. У меня ухо заклинило, а потом, когда летели на дембель, отошло немножко, но все равно право ухо слышится хуже, чем левое. Вот, с Божьей помощью как-то живы до сих пор. У тебя был такой пост, я так понимаю, на твоя реакция, такая человеческая, на украинские события. У меня много постов было. Они же нам заминировали два клуба. Ну, вот по память того, что это как бы основной, да, что фашизм не пройдет, и что мы ответственны перед памятью... Наших дедов, отцов, конечно. Наших отцов и дедов, да, которые воевали и боролись с фашизмом. Правда ли, что в прошлом году ты получил от своих украинских друзей? Не в прошлом, три года назад, в 14-м. А, это было сразу же, это было, да? Да. Ну, люди сошли с ума просто там. Поздравление с днем рождения, приписано смерть москалям прямо вот? Ну, там сначала супруги в 4 часа утра прислали смс-ку там, что... Вот за этот твой пост? Порвем там все. Что фашизм не пройдет? Нет, 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 не в этом дело было. Этот пост был позже уже. Это же пошли угрозы жене, детям. Я вышел с обращением в Лайф-Ньюс, поехал на Лайф-Ньюс и сказал, что найдем и накажем. Самое интересное, что они из Донецка, вот, они из Дебальцева. Она якобы сотница Майдана, а он там правый сектор, вот. Ну, вот заминировали там по телефону два клуба, один клуб-концерт на земляном валу. Приехало там порядка что-то пяти пожарных машин там с собаками, с кинологами, вот. Ну, это такая провокация просто, да, чтобы сорвать? Ну, провокация, да, что заминировано. Потом зеленая миля в Королеве. И после этого я обратился в правоохранительные органы, и их прессанули так. Они потом скрывались полгода в Камбодже, да. Вот. Это люди, с которыми мы дружили много лет. А сошли с ума просто на Майдане там. То ли подсыпали им там что-то, то ли что. Они сейчас порвем вас там, кремы. Владимир Владимирович, там, оскорбления пошли. Я говорю, ребята, вы с ума сошли? Мы же дружили. Да, вы там, мы сказали, слово за слово, естественно. Я говорю, ну, я так не отпущу историю. И... Просто это реальная угроза. Просто я был в ужасе, потому что я помню, что это какое-то время даже жил в Киеве. Снимал квартиру. Снимал квартиру там. Так полки его друзей. Я Киев всегда воспринимал так же, как и Москву, очень близким городом. Друзья, что не знали, что Александр Иванов всегда, на протяжении всей своей жизни, открыто высказывал свою, как бы, гражданскую позицию. Определяло ее. Да к тому времени я не высказывал никакой позиции. Ну как, ну ты все... Я после этого начал высказывать позицию, и пошла вот эта тема с этими диванами генералами войны, моей личной. Вот. Я причем объяснял людям, что... Ну... То есть это вот действие родило противодействие? Да, да. Почему нужно так рубить по родственникам, по детям? Ведь поссорились, на самом деле, в семьи. Поссорились, разрубились братья, сестры. Отец с сыном на всю жизнь, там, мать с дочерью. Ведь у меня же дочь родилась в Херсоне, поэтому в Херсоне большая родня, на самом деле. Бывшая моя тоже с Херсона. И там тоже огромное количество друзей. И я пытался людям объяснить, что... Ну, если европейский выбор, то почему нет? И все нормально. Зачем таким радикальным? Зачем сжигать людей в Одессе? Зачем творить то, что творилось на Майдане? И это же совершенно очевидно, что эта провокация была признана. Просто поссорить братский народ. А люди не слышали, не хотели даже слышать. Это... Просто грязь потоком. Имеет какое-то отражение, там, в твоей творческой деятельности? Ну, я же посвятил донбасским героям песню «Темная ночь» и «Русское поле». И тем самым еще нагнал там на себя СБУ и все остальное. Мне сказали, что я там где-то на сайте Миротворец. В черных списках, короче говоря. Почему я не вижу эти списки? Я хочу быть самым первым вообще здесь. А что-то как-то вот другим уделялось больше внимания. И в Крым один из самых первых поехал. И вообще, как бы, за Донбасс спрякся по полной программе и за одесситов. Поэтому это моя личная война. И я здесь ни в коей степени себя не снимаю, никакой ответственности. Они мне еще за Севастополь ответят. Лично. Ты считаешь, что артист должен выражать свою гражданскую позицию, но всеми возможными способами. А в определенном смысле ты же понимаешь, что там всем угодить невозможно. Ты честен по отношению к собственной совести, но явно, что ты можешь у какой-то части общества вызвать негативное к себе отношение. Конечно. Но выходя на сцену, тебе важно знать, что к тебе в зал пришли люди, которые помимо творчества еще и разделяют твою гражданскую позицию. Ну, безусловно. Танки грязи не боятся, знаете. Хорошо, танкист Иванов. А я все-таки с украинцами служил тоже, бок о бок. И в моем экипаже тоже был украинец. И что, и тогда, в 79-м году вы говорили? С самыми лучшими друзьями. Да в том-то и дело. Да в том-то и дело. Братьями были. Поэтому для меня Украина всегда была родной страной, очень близкой. Может быть, даже где-то проявление некоторое, в частности, в музыкальном каком-то, да, музыкальной свободе и в музыкальной креативности. Я считал, что они всегда опережают нас. Всегда классные музыканты, великолепные певцы. Это правда, это правда. И как пели на Украине всегда, да. Да, мне кажется, что по Украине-то и Русь сверялась. Вышиванки эти всегда в фильмах, если что уж и показывали, то, скорее всего, вот Украина была представителем, да, русского какого-то всего. И Русь, которая из Киева пошла. Да, она же Киевская. Да, поэтому для меня как-то это было всегда однозначно и понятно, два неделимых народа. Если говорить о... Бендеровцы, вот эта вся эта шваль, которая сбежала в Канаду и в Америку, для меня это всегда, все понятно было, что эти реваншисты когда-нибудь захотят. И для меня совершенно очевидно и понятно, откуда это все пришло. До 50-го какого-то, с 6-го года их гоняли. Западенцы там, да, это всегда никогда, это к Украине мало имело какого-то отношения, к Польше, может быть, к Австро-Венгрии. Так вот, те люди, которые сюда приходили на мой концерт, они всегда знали мою позицию. И для меня... Все, что касаемо музыкантов, здесь каждый для себя сам решает. Там, политическая тема, гражданская позиция. Вот, в принципе, тут каждый для себя сам определяет, насколько ему комфортно или некомфортно в этом. Опять же, обвинять кого-то из коллег, обличать и говорить, кто-то прав, кто-то неправ. Я никогда этого не делал и не буду этого делать, потому что знаю, с чем связано вообще наше ремесло, наша профессия сложная. И здесь каждый для себя выбирает сам. Но если человек впрягся, тут, конечно, знаете, как в той драке, если ты влез в эту историю, то в нос ты обязательно получишь. Каким бы ты там не был шаолинем, понимаешь, где-то сбоку там обязательно зарядит кто-то, да? Есть ощущение, что ты, конечно же, впрягся. Ну, впрягся. Те, кто меня знают, они знают, что если я серьезно, то серьезно там. Ронда, потом Ронда и Александр Иванов, потом Александр Иванов и Ронда. Вот это такая была чехарда восприятия. Ну, это нормально. Такая практика есть во всем мире. Это нормально. И творский любой человек имеет право на самовыражение. Вот. Поэтому, когда накопилось достаточно большое количество интересного материала, благодаря Сереже Трофимову, которого я встретил в 95-м году. И именно благодаря Сереже вышел альбом «Грешная душа и печаль» со всеми теми песнями, которые мы любим до сих пор. Начиная там «От Божья какой пустяк», «Моя неласковая Русь», «Ночь», «Я пуслю тебя под ноги неба». Там такой материал был очень, конечно, благодарный, за что Сергею огромное спасибо. Мы до сих пор дружим с Сережей. И Сережа до сих пор любезно предоставляет возможность исполнить его лучшее произведение. Но именно Сергею, благодаря родилась эта концепция, этот концептуальный альбом, который до сих пор является моей визитной карточкой Александра Иванова. А группа Ронда сегодня является моим концертным составом. И так здорово, что ребята до сих пор со мной и стареем вместе, и исполняем все лучшее. Во-первых, вы не стареете. Да ладно. Да, 56 лет мальчики, да, молодые ребята. Да стареем, стареем, как и все. Я знаешь, почему спрашиваю? Я помню, как выглядела Ронда при своем появлении. Эти костюмы, эта театральность, эти начесы и докрашенные глаза. Эти леопардовские штанишки. Да, леопардовые штанишки. И полосатый пиджачок. И смотри, от такого лирического абсолютно материала, да, и вдруг там, одновременно став молодым папой, и перевалив там уже за какой-то возрастной рубеж. Ну, молодым папой я стал в 28. Нет, ну я имею в виду, понимаешь, это зрелое отцовство твое позапрошлый год. А, ну уже от другого отцов. И, да, и с одной стороны, такой повзрослевший Иванов из лирики ушел в такую вот, такую взрослую гражданскую позицию. Ну нет, я бы не согласился с тобой по той самой причине, что мы и в конце 80-х, уже выражая свою гражданскую позицию, были такие песни, как «Надуной корабль» на стихе Леонида Дербенева, и «Когда нас везде вырезали». Это было очень смело, очень мощно тогда, корабль дураков, который никуда не плывет. Да, нет, правильно. И тогда с Леонидом Петровичем Дербеневым, мы, разговаривая на предмет, все-таки так смело тогда это было, и очень мощно, и жестко, и мы, конечно, ну так на себя... Навлекали. Навлекали, да, вырезали нас, бесщадно, там, беспощадно вырезали везде из всех программ. Вот, поэтому тогда уже были песни «На одной земле», которые мы посвятили Андрею Дмитриевичу Сахару. Помните, «И живет народ, господа изброд, черни боги, палачи и жертвы на одной земле, да в одной петле, да с российской душой в любом из нас хватает лжи». Там были «Я вернусь», там очень много было такой гражданской тематики, я к ней всегда тяготел, и очень жестко тогда мы, конечно, в такой конфликт вступили с властью. Я, кстати говоря, как обладатель этой самой редкой в России фамилии Иванов, правильно, как ударение, Иванов или Иванов? Почему Чехов всех мистифицировал с Ивановым, а вот в основном, как быть, все чаще представляются как Ивановы? У меня часто по поводу отчества все как-то сомневаются, Юлич, там, вот, как бы, и глядя на бабушку, на дедушку, там, бог его знает, когда они эту фамилию, там, взяли и при каких обстоятельствах. Что-то скрывали, может быть, от молодой советской власти в 17-м году, да, ты имеешь в виду? На русского-то парня мало, похож. Мои друзья-евреи говорят, «Саня, твои там все еще туда где-то». Дамутили. Да, но дед, конечно, отсидел там, то, что иначе бы расстреляли. А статья какая была у деда? Ну, там что-то связанное было с... В торговле он был в какой-то сфере? С поставками какими-то военными там все, да, и дед сел специально, потому что могли расстрелять. Ну, там в семье это все там втайне хранилось, потом я раскопал. Но квартирку пришлось на Тверской отдать, как жаль. Сейчас бы на Тверской жили. Но никаких последствий для семьи потом это не тянулось, я имею в виду, в твоей... Ну, было там, да, в бараке их переселили на Ольховскую улицу, и там же я и родился. А потом уже родителям дали хрущевку в Черемушках на Каховке. Дворовое детство в спорт привело тебя, я так понимаю, да? Ну, там братья все по папиной линии такие были тоже в футбол, гоняли там. Я все время думал, что с музыкой-то как-то у меня сложилось, но вроде никого не было. Оказалось, отец степ отлично танцевал и на аккордеоне играл очень здорово. Тем и маму зацепил, вот, что на аккордеоне. То есть артистическая натура тоже. Через музыкалку пришел? Или просто вот во дворе с гитарой показали три аккорда и дальше это самообучение? Потому что у тебя очень радо же все, там чуть ли не с армией началось. Ну, девчонкам хотелось, очень нравится. Нет, сначала еще ребята в походах, там, на каких-то посиделовках, вот, в палатках игрались песни. А так как спортивная школа, и от спортивной школы часто в походы ходили, то вот как можно было вести красивую барышню, он баскетболиста, который рос под два метра. Исполнялась песня там, где клен шумит, и девочка уходила с тобой к озеру. К озеру. Да, пойдем я тебе спою еще одну песню. И она уходила с тобой. Поэтому вот надо было как-то, конечно, самоутверждаться, а хотелось нравиться девчонкам. Хотелось нравиться. Скажи, пожалуйста, а вот твое участие в таких достаточно экстремальных проектах, большие гонки, жестокие игры, это вот адреналина не хватало? Адреналинчик мой, да, старый. Ну, я вообще как бы поддерживаю спортивную форму, играю в футбол тоже. Сейчас за артисты команду меньше, конечно, стали приглашать. А на протяжении длительного времени с Евгением Серафимовичем Ловчевым мы третье место заняли на чемпионате мира среди артистов в Лондоне, на Уэмбле, кстати, играя. Да, и вот он играл везде, на Маракана. Вот Ловчев же великий наш. Я знаю, его прекрасно, Евгений Серафимович был у меня в гостях. Евгений Серафимович, привет. Вот давайте передадим. Привет огромный. Любим его. Был в гостях, кстати говоря, накануне. Он целовал поляну, он говорит, я всю жизнь мечтал сыграть на Уэмбле, но удалось при своей спортивной карьере. А вот с артистами, говорит, удалось. Он там такой гол забил с навеса, вообще фантастика. И мы, кстати, выиграли у немцев в полуфинале, за счет чего голландцы вышли в финал и стали чемпионами. А вы выкатили нам два ящика голландского пива. Евгений Серафимович Ловчев был вот накануне как раз Кубка Конфедерации у него в гостях. Мы перспективы обсуждали. Нам легче с тобой сейчас вспомнить, что это было. Ну, выступили в ту силу, которая позволяла. Считаю, что не повезло с Мексикой. Могли бы и лучше выступить. А все, что касаемо... Ну, положа руку на сердце. Ну, вот такой футбол у нас нынче. И такие у нас звезды, игроки. И мы, тем не менее, будем оформлять паспорт болельщика, потому что наш домашний чемпионат, наша сборная. Смолов, есть хорошие ребята. И вот, глядя на Спардачок, как-то сейчас... Не знаю, меня очень порадовало чемпионство Спартака. Конечно. Очень порадовало. И я думаю, что вот такая атмосфера, если будет, и ребята появятся у нас, и все. Но есть еще время. Ну, надо говорить откровенно и честно, что, ну, вот сегодня такой подбор у нас. У нас нет ни Месси, ни Рональда своего. Где-то мы ошиблись, причем уже давно. Если у немцев второй состав выигрывает... В 147 миллионной стране, там, да, или там, сколько там, на 145-147. Ну, парня, то можно одного вырастить? Коррупция. Я думаю, что коррупция неправильная, наверное. Только ведь в этом дело, я думаю. Ведь каким-то образом, не имея ни лета, ни пляжа, мы же на песке выигрываем, даже у бразильцев. Я хочу маленький секрет раскрыть, потому что общаюсь там с молодыми ребятами тоже, которых вот, ну, определяют в те или иные ли школы, там, Локомотив, Спартак, есть же свои школы, да, ЦСКА. Вот. Коррупция. Опять коррупция. И пацана двигают не всегда того, кто заслуживает. Родители не всегда имеют финансовую возможность, чтобы парня продвигали. Так же, как и в искусстве, то же самое. Кого мы сейчас видим? На самом деле, мы же все прекрасно знаем, как там происходит. И правово никто не защищен от пиратов. Смотрите, что в РАУ, да, сейчас с миллиардными. Да. Там кто-то при этих конторах перекачивает миллиарды. Эти деньги не доходят до талантливых людей. Артисты бы куда эти деньги потратили бы? Ну, естественно, в шоу. Естественно, в инновационные какие-то интересные проекты. Огромное количество, тем не менее, прекрасных стадионов построили. Слава тебе, Господи. В тех городах, которые будут принимать чемпионат мира в следующем году. И я так думаю, а вот здорово было бы все это, если бы еще и туры были. А какой стилы. Вот таких команд, как Ронда. Я так к тому, что если футбол дальше не соберет эти стадионы, то, может быть, ваше рокерское братье прокатится с большими турами, чтобы собирался весь город. Это очень большой и тяжелый разговор, длительный разговор о промоутерах, об импресарио. Ведь в свое время такие просто гиганты, как Валерий Гальденберг, Кац, Смольный Эдуард, вот эти великие, которые делали. Это же были люди, которые знали предмет, знали почву. А сейчас о каких промоутерах может идти речь? Каждый второй, который себя промоутером тырит деньги, мелочь по карманам. И люди, по большому счету, их по пальцам пересчитать можно. Тех людей с креативными идеями, с инновационными идеями, которые могут делать вот такие шоу, которые мы видели во время Олимпиады в Сочи. Или там закрытие, открытие. Вот такие же люди должны приходить. Такие мощные и талантливые на идеи люди должны делать шоу. Да, и такие же честные и крутые люди должны выстраивать там туры и делать эти шоу на стадионах, во дворцах спорта, с огромными экранами, с хорошим звуком. А что сегодня? А сегодня шоу-бизнес. Музыкальный бизнес отсутствует. Все качают на шару. Ложить меньше, хручить больше. Вот, там iTunes или YouTube. Какие деньги? Копейки. А на Западе это серьезный бизнес. Поэтому все качают. У нас нет сегодня музыкального бизнеса. У нас сегодня только шоу-бизнес. 35 лет на сцене. Это огромный срок. Почти Rolling Stones, да? Да, это же огромный срок. Нет, до этих стариков талантливых и крутых нам еще далеко. Ты с желанием выходишь перед зрителем? Петь, с желанием ты так же голоден до возможности, до успеха, до аплодисментов, до спасибо за вашу песню. Но как по-другому. Этот голод у артиста не уходит? Как по-другому. Не заработаешь. Поэтому люди должны отдавать себе отчет, что они идут туда, где очень тяжело. Где перелеты, недосыпы, вены пухнут, варикосы от перелетов. Состояние, знаете, там, а тебе надо выходить. Как Андрей Миронов, знаете. Вот так. Поэтому те, старая гвардия, она по-другому не умеет. Другое дело, конечно, у молодежи свои кумиры, свои талантливые ребята. Сейчас штурмуют Олимпы, собирают. Видите, рэпу сейчас такое зеленая дорога дана. И молодым, творческим, интересным ребятам, которые, ну, действительно достойны сейчас самых лестных отзывов. Судьба, это то, что, собственно, ты нарабатываешь, это же не просто везение какое-то. Это же не просто цепь случайностей, там, вот, жизни Александра Иванова в искусстве. Это же то, что ты, вот, приехал и не спать лег, а сел и песню написал. Ведь если бы не написал, ведь ничего бы не произошло. Это вообще отдельный разговор, конечно. Как это все приходит, там, ночью, когда, там, экран открывают, и космические мухи, как я часто говорю, летят на твою лысину, неся тебе вселенскую информацию. Ну, мы просто проводники, мы антенки. Все там, все там происходит. Я человек верующий, достаточно серьезно, православный, с детства причем крещеный. И бабушка мне очень многое дала в этом плане. Поэтому я уверен, что мы просто на этой земле такие антенки-проводники, наверное, чтобы сделать кого-то счастливым, сделать что-то доброе, хорошее, светлое. И нести, прежде всего, конечно, любовь ближним к детям. Я рад, что пропустив огромное количество твоих юбилеев, к сожалению... Нет, очень рад, что встретиться нам помогло именно телевидение. Пожелаем нашим телезрителям и слушателям хорошей, качественной музыки, разнообразной, разной и широко представленной на телевидении. Пусть будет побольше альтернативных программ, пусть молодые люди имеют возможность показать все самое лучшее. Ну, благодарен тебе, что нашел время зайти, дорогие друзья. К концу подошла наша встреча. Напоминаю, к моей большой радости у меня сегодня в гостях был Александр Иванов. Редактор субтитров А.Семкин